Во-первых, тригонометрия это углы. Прежде всего, тригонометрия это углы. Там, где возникают углы, там, по большому счету, и начинается тригонометрия. Раз углы, то давайте определимся вообще, как у нас между собой вообще соотносятся углы, что с ними происходит. Итак, мы знаем, что угол можно измерять против часовой стрелки и по часовой стрелке. И зависит это измерение углов, на самом деле, ну, неважно, неважно, в какую сторону мы движемся. И вот, раз неважно, то все объединились, договорились и сказали, что положительное направление против часовой стрелки, вот здесь у нас положительное направление угла. Если движемся против часовой стрелки, то это отрицательное направление. При движении против часовой стрелки заодно и при движении по часовой стрелке, если быть точным. Итак, это у нас, так скажем, основа вообще всего. Это, ну, договорились, так, значит, действует. Ну, как законы физики, можно сказать, только которые мы сами придумали. Потом, есть два способа измерения угла. Вот у нас есть угол, его можно измерить двумя способами. Способ номер один, это градусы. Градусы. Ну, для нас с вами не секрет, что всего у нас в окружности 360 градусов. 360 градусов. А способ номер два, это как раз радианы. Радианы. В ЕГЭ используется и тот, и другой способ. Радианы, ну, забегу вперед, что это у нас 2π. Радианы, это у нас 2π, вся окружность. И главное, чтобы мы с вами умели переходить от одних единиц, от градусов к радианам и обратно. Ну, чтобы это хоть как-то у нас между собой вообще коннектилось. Хоть как-то, чтобы было связано. Вот. Что такое радиан? Радиан появился довольно давно. Ну, то есть, радиан появился естественным образом. Вот. А градусы искусственным. Градусы, это просто сказали, пусть вся окружность будет 360. Все. На этом конец. С этим будем дальше жить. А радианы, это ребята, которые там в древнем мире, Египте или Риме, где-то оттуда, изучали окружности. Ну, было у них на это время. Они сказали, что радиан, это отношение длины дуги к радиусу. Ну, и вот у нас есть длина дуги. Мы ее обозначаем за L. Она здесь L, я побольше нарисую. И радиус, который мы обозначим за R. Ну, и, соответственно, радиан, тогда это будет отношение длины к радиусу L на R. Ну, и давайте посмотрим, чему у нас в градусах равняется полная окружность. Мы с вами точно знаем, что длина всей окружности это 2πR. Это длина всей окружности. Ну, значит, угол для всей окружности это будет 2πR делить на R. R сокращается, это 2π. Ну, собственно, мы с вами это и знали, просто подтвердили вообще, откуда все пошло, откуда появилась эта формула. Вот. Есть градусы, есть радианы. Теперь, раз уж мы сказали, что важен переход, давайте посмотрим, как между градусами и радианами вообще мы совершаем переход. Ну, сначала аналогию проведем. Итак, градусов 360, если в радианах мы измеряем всю окружность, 2π. Если в градусах уголок 45 градусов, то в радианах π на 4. Ну, это, так скажем, просто мы освежаем в памяти все. Дальше идет интереснее. Если у нас в градусах 1, 1 градус, сколько это в радианах? Ну, давайте приведем такую вещь. 360 градусов, это 2π. Ну, равенство не знаю, как здесь. Ну, вот, скажем так, лучше без равенства, а вот так, 2π. Разделим и левую, и правую часть этого соотношения на 360. Ну, чтобы слева получился у нас, у нас единичка, чтобы получилось. Здесь у нас останется 1 градус. Ой, не на 360 градусов, а просто на 360. Это, типа, число. Итак, слева у нас 1 градус получился, а справа у нас 2π на 360. 2π на 360. Ну, и если мы сократим, то 1 градус это π на 180. Вот. Точно так же, только наоборот, здесь разделим не на 360, а давайте фиолетовым я это напишу, а разделим на 2π все. Тогда у нас справа останется 1 радиан. 1 радиан, это был 2π радиан, а останется 1 радиан. А слева будет 360, деленное на 2π. 360 на 2π. Ну, опять же, сокращаем, и получится 180 на π. Ну, и отсюда у нас перевод из градусов в радиан и обратно. Из градусов в радиане нужно умножить на 2π и разделить на 360. Ну, из радиан в градусы наоборот. 360 градусов умножить на 2π. Очень похоже на метры в секунду. Как мы переводим километры в час, метры в секунду. В принципе, логика абсолютно та же. Логика та же. Вот. Главное помнить, что вся окружность это либо 2π, либо 360. Вот это на самом деле вообще все выкупает. Ну, и откуда у нас появились синусы и косинусы? Синусы и косинусы у нас появились в геометрии. Когда у нас прямоугольный треугольник АВС, когда мы нарисовали прямоугольный треугольник АВС, треугольник АВС, он прямоугольный. С прямым углом в С. С прямым углом в С. Вот с этим прямым углом мы каким-то образом магическим вычислили соотношение в математике, в школьном курсе. Что у нас АВ это гипотенуза, а синус, предположим, ну скажем, что синус это такое число, которое у нас является отношением АВ к ВС. То есть прилежащей стороны к гипотенузе. Косинус это отношение противолежащей стороны к гипотенузе. Сказали, ну пусть это будет синус, а это будет косинус. Они между собой как-то связаны. А как? А с помощью терема Пифагора. Ну, это основное тригеметрическое тождество. Тогда тангенс у нас будет. Это АВ на С. Это прилежащий. Ой-ой-ой, сейчас подождите. А почему я там АВ написал? Я что-то не то написал. Итак, синус это противолежащий ВС к АВ. Во. ВС к АВ. А косинус это прилежащий АС к АВ. Вот. Там где-то не то написал. Тогда тангенс это противолежащий к прилежащему ВС к АС. Ну и катангенс это наоборот. АС к ВС. АС к ВС. Вот, в принципе, и все. Вот все основные соотношения. А единственное, что здесь нужно запомнить, мы в геометрии не особо-то катангенсами пользовались. Но чаще всего мы вот здесь замечаем, что тангенс это единица на катангенс. Ну и наоборот. Да? Здесь нужно альфа сказать. Вот. Поэтому мы больше не через катангенс и тангенс. И вот они обратные, это обратные какие-то штуки. И именно это соотношение мы в дальнейшем и используем везде. Оно, по большому счету, очень понятно из геометрии. Почему так? Вот. Ну а в тригонометрии мы им пользуемся и радуемся. В тригонометрии это тангенс это синус на косинус. Ну, с этими соотношениями мы дальше, в принципе, поиграем. Ну, давайте здесь запишем единственное, что мы заметили еще, ну, опять же, из всех соотношений, что тангенс угла какого-то альфа, это синус на косинус. Ну, это довольно очевидно, но тем не менее, синус на косинус, и с этим можно дальше жить.